Здравствуйте, друзья! У меня хороший вопросик для вас. Почему людям нравится преподавать? О! Есть люди, которые преподают такие дисциплины, которые, если бы знал, например, какой-нибудь олигарх, то если бы он это применил, то получил бы больше результатов, не только деньги, в том числе и в личностном росте. А преподаватели при этом, хотя и преподают такие предметы, не пользуются, что ли? Или будь это какой-нибудь хороший преподаватель технической дисциплины, который наизусть все рассказывает, как что работает. Например, компьютерные сети, архитектуры, современных процессоров и тому подобное. Или же психология, манипулирование, предметы, связанные с экономикой, финансами. Но сами люди не работают в этой области. Хотя, если бы работали, то, скорее всего, зарабатывали бы в разы, а то и десятки раз больше. Речь про Россию. Не знаю, какая зарплата у преподавателей в Штатах. Я, например, по себе знаю, что когда выступаешь перед публикой, то мозг начинает работать как-то по-другому. Воспринимать сразу много мнений, работать шире. И состояние становится сильно приподнятым и позитивным. И потом охотно, охота больше общаться. Слова сами на язык приходят и тому подобное. Не ко всем. А они просто преподают и преподают, собственно, несколько вопросов. Почему преподаватели, которые хорошо знают некоторые предметы, не выходят на рынок и не идут работать в этом направлении? Второе. Знаю, что есть такое мнение, что тип преподавания – это как наркотик. То есть человек получает большой кайф от этого и уже не может больше отказаться. Ему охота преподавать и преподавать. Есть даже люди, которые могут жертвовать деньгами, в скобках, меньше работать на основной работе, и преподавать в каких-либо учебных заведениях за меньшие деньги. В чем секрет преподавания? Это, друзья, вопрос по адресу. Ничего не утаю, все расскажу, как на духу. Знаете, вот анекдотец вспомнил, как выходит, значит, на объект сантехник и практикант из ПТУ. В данном случае сантехник – это большой мастер, он как вот наставник, ну и практикант. А там канализацию прорвало, крышку с колодца сорвало, все это по улице растекаются, фекалии. Ну и, собственно, мастер туда бултых, буль-буль-буль, значит, вылезает, ключ на 10, тот ему раз, ключ на 10. Он опять буль-буль-буль-буль-буль, вылезает, там, ключ на 12, тот ему ключ на 12. Ну и потом все это ушло, так сказать, там, все это он зафиксировал, отряхнулся, говорит практиканту, ну что, говорит, пацан, как, говорит, мастера работают. Тот, говорит, я, говорит, вообще обалдеваю, я, говорит, в ПТУ вот расскажу ребятам, говорит, никто не поверит. Он говорит, вот так, вот так, а то, говорит, смотри, ты, парень, учись, говорит, а то же так вот и будешь всю жизнь ключи подавать. Значит, это к вопросу о том педагоге, который сам был практиком. Да, ну это так, это в шутку. А вспоминается еще один, поскольку мы работали со Светой в методическом заведении, где разрабатывают методики, которыми потом пользуются преподаватели. Потому что преподавателю тоже инструмент какой-то нужен. И там вот был анекдот такой, ну, то есть мы все знаем, что, вот эту фразочку, что если там не можешь работать, то учи других, да? Сам работать не можешь, учи других. А дальше есть продолжение, которое не все знают. Говорит, а если не можешь учить? Друзья, не все могут учить. Говорит, а если не можешь учить? А тогда учи, как учить. Вот мы были методистами. Значит, теперь возвращаясь к преподаванию. Я бы разделил преподавание на такое формально-школьное. Ну, вот, да, школа там, учитель. Это как бы один, что ли, слой. А другой, когда преподают в университетах всевозможные семинары, вебинары. Какие-то курсы там продвинутые для того и для сего. Сейчас очень многие компании ведут какие-то курсы сертификационные там и так далее. То есть люди, которые там работают. Это, в общем-то, все очень отличается. И не только по формату, и не только по оплате. Но это, в частности, отличается по, как сказать, по тому, кто именно преподает. Значит, ой, господи. Я вам расскажу тоже случай, один из жизней. Это не анекдот. Были мы в классе, наверное, в десятом или в девятом, я не знаю. Но поскольку школа у нас была математическая, и дети со всей Москвы съезжались, и как-то в целом публика была студенческая, ученическая публика была развитая, то нас этим немножко злоупотребляли учителя-предметники по всем остальным предметам, кроме там математики и физики. И они нас гоняли на районные олимпиады по разным вот там предметам. И городские тоже. Я как собака породистая был. У нас весь класс такой был. Мы все ходили в этих премиях, там, дипломах с разных олимпиад. Я уж не знаю там, что. И вот, значит, как в медальках. Как-то послали нас на районную олимпиаду по истории. Ну, как это бывает? Вот район, в районе сколько-то школ. Ну, вот в одной из школ, значит, проводится олимпиада вот в этот раз. Вот сидим мы. Не наша школа, другая. Кабинет черчения. Там по стенкам, знаете, какие-то аксессуары чертежные висят. Портреты разных геометров там, как известно. Ну, и какой-то дядька. Вот мы о педагогах говорим. Дядька. Дядька его явно распирает. Он типа дежурит. Ну, так как-то ему вот по работе положено. Никого не знает. Совершенно чужие какие-то дети. Совершенно чужая школа. Чужой кабинет. Ну, все такое. Ну, ему скучно. Но он, понимаете, он любит поговорить. Вот есть люди, которые их распирают поговорить. И я не знаю, какой предмет он там преподавал. Реально. Может быть, он никакого отношения к истории не имеет в своей жизни. Вот на уж черчению так точно. Короче, вдруг, значит, дети там пыхтят, пишут. А он вдруг останавливает это все и говорит. Ребята, говорит, ребята, вот я хотел с вами поделиться. Давайте на секундочку прервемся, отдохнем. Значит, и говорит, вот смотрите, показывает пальцем на портрет. И там такой солидный дяденька по фамилии Монж. Такой есть. Геометр известный. И он, значит, вот его показывает. Говорит, вот Монж. И говорит, я подумал, говорит он, что вот это Монж. Можно расшифровать. Он говорит, как-то вот так аббревиатуру. И получится Московский отдел неудовлетворенных желаний. Говорит он. И сияет весь, как полтинник от счастья вообще. От своего разговорного. Вот. А рядом со мной сидит мальчик тоже, мой одноклассник. Который ему говорит, Андрюша его звали. И Андрюша, он такой мрачноватый немножко такой. И Андрюша, значит, говорит, а можно и по-другому расшифровать. Значит, тот так говорит, а как? Он говорит, он так восторжен. Тот говорит, мужчинам очень нравятся женщины. Вот. И тут он, наверное, понял, что куда-то не туда идет тележка. И вообще как-то, ну, хорошо, продолжаем, продолжаем. Я это как пример чего привел? Есть люди, которым поговорить хочется. Понимаете? Не то, что он вот какой-то великий знаток там той школьной дисциплины, которую там вот он преподает. Хотя, несомненно, он программу школьную знает. И, может быть, знает там больше, чем программу. И все-таки он там заканчивал пединститут. Может быть, он знает в 10 раз больше, знал когда-то, чем школьная программа. И так далее. Но он самореализуется через поговорить. Понимаете? У него есть аудитория. Есть люди, которым вот надо выйти, залезть там на стульчик. Понимаете? С детства. И прочитать стишок. И чтобы все говорили, ай, молодец, девочка. Понимаете? Или там мальчик. Какой хороший стишок рассказал. Людям нужна аудитория. Почему кто-то хочет быть артистом? Понимаете? Ему нужна аудитория. Он вышел перед аудиторией. И педагог имеет такую возможность. В общем-то, вся его работа состоит в том, что он перед аудиторией находится. То есть, есть люди такого плана. Есть такие педагоги. Они просто не могут без этого. Я когда в институте связи учился, там, тоже, ну, пришлось видеть многих преподавателей. Тоже такие были люди. То есть, там, конечно, уже поприличней немножко. В том смысле, что там очень много людей с учеными степенями. То есть, они какие-то углубленные знания, наверное, имеют. И многие из них подрабатывают, там, парт-тайм, да, там, значит, они подрабатывали на кафедрах, какие-то исследования вели. И, соответственно, у них и денежки больше зарабатывалось. И они совмещали. В университетах очень принято, чтобы люди, которые ведут занятия, чтобы они же участвовали и в научной работе тоже, в исследовательской. То есть, он не просто так вот он вышел и рассказывает, а все-таки он действующий ученый. Он вот так как-то вот, значит, докладывает. Я знаю людей, которые действующие ученые, которые работают в университетах и тяготятся вот этой своей педагогической функцией, которую они должны выполнять. То есть, для них работа в университете, это в основном вот исследование. А то, что нужно со студентами работать и так далее, это им влом. Они сачкуют, отваливают, аспирантов ставят вместо этого и так далее, как бы отдельно. То есть, далеко не все люди, которые преподают, делают это, потому что им это нравится. Вот, ну, так тоже бывает. Есть масса преподавателей, которые никакие преподаватели совершенно. Они это делают, потому что вынуждены, деваться некуда, там еще что-то и так далее. То есть, так тоже есть. Мы все с вами знаем таких преподавателей, которым лучше бы не преподавать. Лучше бы. Потому что все-таки они с людьми живыми дело имеют. Особенно, если это в школе, и они им отбивают всякий интерес к знаниям и так далее. Таких тоже полным-полно. Я не знаю, чего они преподаватели. Вот. По случаю. Я думаю, они могли бы с тем же успехом еще что-нибудь делать. Абсолютно. Ну, может быть, с большим успехом. Скорее всего, с большим. Так вот, занесло. Растет ребенок. Говорит, кем ты хочешь быть? А он только и видел в своей жизни, что врача и учителя. Ну, врач это вроде как сложно, а учитель это вроде как не очень. И вот и пошло. Куда пойдешь? Педагогически. Почему? Ну, а куда еще? Ну, действительно, в каждом областном центре есть педагогический. Вот пошел. Пошла там и так далее. Значит, теперь есть люди, которые очень любят что-нибудь рассказать. Им хочется поделиться. Их распирает поделиться. Понимаете? Они что-то знают. Их распирает поделиться. Если мы, например, говорим про там такую школу, как вот наша, да, там, Портнов компьютерскую. У нас сейчас, поскольку 75% процесса происходит днем, то у нас люди, которые поработали в индустрии, но сейчас занимаются 100% преподаванием. Там курсы готовят, там еще что-то. Но у них есть опыт из индустрии, иначе бы они не могли преподавать те дисциплины, которые мы преподаем. А вечером у нас преподают люди, которые работают в индустрии. И так, по-серьезному работают. И те деньги, которые они у нас получают, вот там был вопрос про деньги, что иногда они даже за меньшие деньги, чем... Они у нас получают меньше, чем они получают в индустрии. Потому что совершенно другое финансирование. Нам, чтобы им заплатить, надо у студентов взять деньги и им отдать. Понимаете? Это не то же самое, что компания берет у инвесторов, там, которые ворочают миллионами, сотнями миллионов и так далее. Это совершенно другой расчет денег. Поэтому... Хотя я не хочу сказать, что они там совсем мало получают, но они многие и зачастую на работе получают больше. Но им очень нравится. Они говорят, а когда следующий класс? А я вот там новое что-нибудь подготовил. Они это делают на работе, и они это несут в класс сегодня. И было время, я вам скажу, даже лет, наверное, ну не пять, но вот шесть лет назад. У нас не было вообще ни одного дневного класса. Ни одного. У нас все были вечерние. И все преподаватели, соответственно, были вечером, и все были после работы. И веселуха была невероятная. Поэтому есть люди, которые работают и которые преподают одновременно. И я считаю, что это вот то, что ты хочешь. Когда идешь учиться, вот ты хочешь, чтобы люди, которые любят преподавать, но которые работают в индустрии. И которые вот таким образом самореализуются. Это такие светлые люди. Глаза горят. Они все светятся счастьем. Ой, что вы. Значит, это... Ну, можно сказать, что наркотик, конечно, но я даже не знаю. Ведь вы можете на самом деле преподавать, не выходя на аудиторию. А вы можете, например, преподавать, написав статью, которую все читают. Или книжку, которую люди читают. Понимаете? То есть вы можете нести что-то, делиться чем-то. Вот это вот стремление делиться, оно тоже очень важно. Есть люди, которым нравится поделиться. Вот они знают что-то, и их распирает поделиться. Это же тоже, как бы, естественная часть человеческой жизни. Вот есть такая функция в обществе человеческом. Есть такая функция, как передача накопленных в обществе знаний следующим поколениям. Ну, кто-то же должен это делать. Ну, конечно, родители что-то передают детям. Это правда. Мастер там передает ученикам. Это правда. Он, может быть, при этом не обладает каким-то педагогическим талантом. А может быть, даже и наоборот. Лучше бы его не подпускать к учащимся. Но он как-то еще это делает. То есть вот они наблюдают за ним. Если они мотивированные, и они видят, как мастер работает, они потихонечку у него набираются. Поэтому функция передачи накопленных знаний в обществе существует достаточно давно. Вот с тех пор, как люди научились что-то передавать друг другу. Когда стала развиваться речь. Было время, когда мы мычали. А потом стала речь развиваться. Знаете, пошла передача знаний. Потом письменность появилась. Потом появился печатный станок. Не тот, который деньги печатает. А тот, который книжки печатает. Сейчас вот интернет на нашу голову. Значит, смотрите, что творится. Вот они, механизмы пошли. Передача знаний. Соответственно, и они совершенствуются. Поэтому есть люди в обществе, которые совмещают функцию передачи знаний с функцией приобретения новых знаний. Есть люди, которые просто специализируются в передаче знаний. Преподают в школах, в других учебных заведениях. Нормально. Соответственно, им это нравится. Кому-то нравится сидеть там и цифры складывать. Я не знаю, аккаунт, бухгалтер. Кому-то же нравится сидеть и цифры туда, цифры сюда. Отчет, баланс сошелся, баланс не сошелся. Это же тоже не каждому нравится. Но есть люди, которые с удовольствием это делают. И они самореализуются через это. Так что вот это очень благодарная работа на самом деле. То есть, конечно, там мы можем жаловаться на всякие осложнения, которые там встречаются на пути. Ни понимание, ни благодарность, ни желание чего-то делать самому и так далее. Но в итоге-то весь мир крутится только потому, что вот есть люди, которые готовят смену, которые передают знания. Это же вот не так плохо. Совсем не так плохо. Я тоже, на самом деле, вот там есть... Почему вот люди, которые какие-то дисциплины там преподают, почему бы они сами не пошли бы и не воспользовались? Вот там финансовые какие-нибудь, да, вот казалось бы, такой умный. Все объяснил. Все по полочкам разложил. Про все кризисы. Про всех, кто зарабатывал миллиарды. Все знает. Иди заработай миллиард. Не может. Потому что задним числом много умных, понимаете? А чтобы заработать миллиард, надо вперед смотреть. И вот тут начинается сложность. Этому никто не научит. Этому научить нельзя. Надо видение какое-то иметь. Какие-то познания. Такие, ну, передовые, что ли. Помимо того, что в книжке написано. Поэтому, сколько бы ты ни учился, значит, в учебных заведениях, например, тому, как зарабатывать деньги. Значит, все, чему ты можешь научиться, это анализ прошлых. Каких-то неудач или, наоборот, достижений. А как только ты должен пойти и что-то делать, ты должен развернуться в противоположную сторону. И из того, чтобы в прошлое смотреть, ты должен смотреть в будущее. И вот тут начинается. И ты можешь стоять у кафедры и показывать пальцем с умным видом на тех, кто сегодня идет зарабатывать эти миллиарды, инвестирует туда, инвестирует сюда. И с позиции человека, который знает, ну, типа, все. Ты можешь говорить, это не может работать, потому что оно то, а это не может все, потому что мы знаем, что работает, что не работает. Но дальше, понимаете, не получается. И в политике они не могут. Вот поставьте профессора руководить страной. Рухнет страна. Понимаете, рухнет. Потому что страна – это движение вперед. А профессор – это анализ того, что сзади. Наука. И так далее. Поэтому, ну, вот та наука, которая в университетах. Так что напортачить могут, а вести страну нет. Зарабатывать миллиарды – нет. Но, может быть, конечно, люди, которые пришли, и там у них и трех копеек не было, они слушают вот этого у доски и думают, вот человек знает, как миллиарды делаются. Ну, это тоже, как бы, немножко наивно. Потому что ты, когда слушаешь, ты должен понимать, что человек все-таки работает с материалом из прошлого. Прошлое очень важно знать. Для того, чтобы анализировать будущее. Зачем нам вообще история? Чтобы на сегодняшний день посмотреть, чтобы на завтрашний день посмотреть, чтобы не наступать на одни и те же грабли каждый раз. То есть бесконечно важно знать историю, анализировать историю, понимать историю. И тогда, потому что история исключительно актуальна сегодня и будет актуальна завтра. Как инструмент анализа. Но там нет готового рецепта. Там, скорее, есть вот куда не наступить, может быть. Но условия меняются. Те условия, в которых наступили неудачно, допустим, там в прошлый раз, не совсем такие же, как сейчас. То есть, если в прошлый раз туда наступили и было неудачно, то в этот раз может легко проскочить. А потом, когда проскочит, уже аналитики сядут и скажут, ты смотри, как интересно, почему же проскочило? А, ну это потому, что вот тут так и так. Все объяснят. Все объяснят, и мы будем знать, почему у тех не получилось. И мы точно так же не будем ничего знать о том, как завтра это сделать правильно. Какие факторы важны, какие не важны. Но, может быть, накопительное какое-то действие есть. То есть, как бы, чем больше полочек знания заполнено чем-то, тем меньше ошибок люди совершают, двигаясь вперед. Весь смысл в этом. Ну, в общем, это мое понимание того, почему они такие вот все знают, а сами денег не зарабатывают. или там сами не программируют и так далее. Но, в принципе, тут история такая. Если человек реально действующий программист, он может преподавать где-то, безусловно. Немножко. Но если у него постоянная работа, преподавание, то дальше он через какое-то время перестанет соответствовать. То есть, как бы, в той мере, в какой дисциплине преподаваемая движется вперед, ему, соответственно, надо как-то поспевать. Вот. Поэтому, когда преподаватели работают, значит, у них есть какой-то механизм повышения квалификации преподавателей. Когда врачи работают, у них есть механизм повышения квалификации врачей. У риэлторов есть механизм повышения квалификации, инструменты риэлтора. В страховом бизнесе, вот, и так далее, Есть требования по приобретению новых знаний, лицензий и так далее Потому что движется вперед, и это должен соответствовать Поэтому я не знаю, насколько круто может программировать человек Вся работа которого состоит в программировании Я не знаю Но свою работу он может делать совершенно виртуозно Потому что его работа не в том, чтобы здорово программировать А в том, чтобы здорово учить этому других людей На достаточно простом уровне То есть вы не выпускаете из института программиста, который имеет 5 лет опыта Вы выпускаете выпускника, который опыта вообще не имеет Но в лучшем случае на проектах своих И если у него в жизни было такое счастье, как человек, который научил его программировать Понимать, быть программистом Знаете, вот я все время вопросы получаю Руби учить или Python учить Или еще что-то учить Программирование учи Что ты спрашиваешь, Ruby или Python Вот профессия нашлась Java уже теперь у них как профессия Python у них как профессия У них все как профессия Профессия это программист Или ты научишься программировать Или так и будешь всю жизнь думать Что надо было учить, Python или Ruby или, я не знаю, там, PHP Профессию надо учить Вот если у тебя в жизни был человек, который научил тебя профессии программистской Ты не будешь спрашивать про Python или про Ruby Эти вопросы происходят только от того, что не было кого-то, кто научил их программировать Вот, так что На этой высокой ноте, друзья Значит, я с вами и прощаюсь И я очень надеюсь, что в вашей жизни Ну много никогда не бывает Ну хотя бы один Хотя бы один был преподаватель Который на вашу жизнь повлиял Которого вы помните, ну, всю жизнь Который что-то такое вот сделал И это вас изменило И вы теперь говорите Эх, если бы не тот человек, так я бы Где бы я сегодня был Вот если такое в вашей жизни было Вот это тогда должно ответить на вопрос Почему преподаватели любят преподавать Некоторые, да? Вот есть такие преподаватели, которые вот это делают И вы не можете эту их работу, эту часть их жизни у них забрать И обменять на деньги Обменять на, я не знаю, должность там в компании В какой-то или еще что-то Потому что у них призвание Потому что это их функция Которую, если они не сделают То вот мир будет не таким хорошим, как он мог бы быть Вот я как бы вот вижу эту грань в преподавании И я думаю, что если не я, то кто-то, да? Понимаете? Вот, так что Вот такие тоже есть Вот, чтоб у нас у всех такие были Счастливо